Ну и как дальше будет развиваться дело Насирова и что в специальных антикоррупционных органах думают о создании еще и антикоррупционного суда. Узнаем у Назара Холодницкого, руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры. Он с нами на связи. Приветствую вас. Назар, скажите, уже завтра апелляционный суд рассмотрит жалобу защиты Насирова относительно меры пресечения. По вашей оценке, может ли Насиров выйти из СИЗО или этого точно не произойдет? Все зависит от решения апелляционного суда. Позиция стороны обвинувачивания неизменна. Мы будем требовать держать под вартою с альтернативой внесения заставы 2 млрд грн. То есть сумма шкод, которая инкриминуется, власне, подозрено. Но мы дали все доказы, которые подтверждают на этой стадии криминальный процесс, все риски, в том числе риск до втечи, а самая наявность другого гражданства, который значительно полегшает втечу и сгодом переховывания в той или иной стране. А согласны вы с теми экспертами и политиками, которые говорят, что акция протеста возле Соломенского суда, который устроили активисты, и поездка автомайдана к дому судьи могут считаться давлением на суд и, соответственно, использоваться защитой Насирова для его оправдания? Хорошо, ваш прогноз. Сколько вообще времени может занять рассмотрение дела Насирова? И когда в этом деле может быть поставлена точка? Детективы НАБУ с процессуальными руководителями антикоррупционной прокуратуры перед оголошением подозрений на нараде заповнили мне, что им два месяца сроку есть достаточно для того, чтобы это проведение завершить. Я даю эту возможность и я хочу через два месяца увидеть свой абонуальный акт. Но, опять же, мы должны зависеть на особенности, которые предупреждает криминальный процессуальный кодекс для стороны защиты. Сторона защиты может разными способами тягнуть, разными клопотаниями, переносами, отводами. Поэтому я надеюсь, что против установленного законом строку это проведение, а именно будет завершено и абонуальный акт будет скирован до суда. Назар, а как вы оцениваете заявления политиков и западных дипломатов о том, что задержка суда по Настерову еще раз доказывает, что в Украине должен быть создан специальный антикоррупционный суд? Вот вы верите, что этот суд может появиться уже в этом году? Не получится ли так, что политики теперь будут еще больше сопротивляться его созданию? Продолжение следует... Ну что ж, прогноз, конечно, не слишком оптимистический, но все-таки хоть какой-то срок обозначен. Спасибо вам. Назар Холодницкий был на связи с подробностями недели.